Начнем, пожалуй, уже с тренда последних недель, ни одна из которых не обходится без кадровых назначений главы государства. Понедельник принес хорошие новости для 12 человек. Именно столько сегодня получили новые должности. Изменения произошли в образовании, назначенной ректором Академии управления при президенте и медвузы страны Белорусский государственный, Гомельский и Гродненский. А еще у нас новый главный санитарный врач. Ротация коснулась и промышленного сектора. Глава государства определил нового директора на БелАЗ. Обновление и в составе заместителей в Министерстве финансов, Госком имуществе и Могилевском облсполкоме. Ну, как видим, все кадровые изменения под запрос времени. Пришла новая генерация руководителей. Люди молодые, амбициозные, настоящие патриоты, которым не безразличны будущие Беларуси. Президент откровенно сегодня высказался о том, что происходит в высшем образовании, в медицине. Тут и про утечку умов. За границу было сказано. И обратное возвращение на родину. Да, и антипримеры из медицинской практики прозвучали. Не без этого. Гуманитарная сфера, промышленность или госслужба – ориентир один. Давайте работать все вместе на созидание. Все для этого у нас есть. Мощный ресурс таланта и энергии наших людей и наших руководителей. Подробности кадрового дня у Илона Красуцкой. Каждый кадровый день у президента – интрига. В последнее время это громкие имена и громкие должности. Но сегодняшняя пятерка, которая оказалась в Дворце независимости, возможно, не так известна широкой общественности, но точно показала себя в деле на прежних должностях. Да и новые стали однозначным взлетом в карьере. Пройдемся по персоналиям. Например, Сергей Никифорович прямо до сегодняшнего утра оставался в неведении, получит или нет новую должность. Вот так скрупулезно до последнего момента президент изучал его и других претендентов на должность гендиректора Белаза. Она была вакантна вот уже как три месяца, когда бывший руководитель Петр Пархомчик вошел в новый состав правительства и стал министром промышленности. Новый гендиректор Белаза приехал из Пинска, где возглавлял «Кузлитмаш». Кстати, он входит в состав Белаза. Топ-менеджеру всего 40, сам он родом из Жодина, где и находится предприятие. На этом заводе начинал свою трудовую деятельность, прошел все ступеньки. Начинал с самого низу, от мастера участка и дослужился до начальника цеха. Вы среди трех-четырех предприятий в мире. И надо отдать должное, что Белаз до сих пор уровень держит и объемы рынка. Поэтому там очень непросто будет. Ну и надо понимать, что за вами город. Нет Белаза, нет Жодина. У меня такое ощущение, что у вас получится там. Мне очень хотелось, чтобы новые ребята, которые приходят, и женщины тоже, чтобы новое поколение все-таки как-то в корне крепко пустило в нашу жизнь, в наше общество. Вам жить и творить, созидать Беларусь в будущем. Поэтому очень хотелось бы, чтобы вы прижились на Белазе. Мы, конечно, это предприятие всегда будем поддерживать. Это белорусский бренд, это белорусское достояние, как и многие другие предприятия. Мы не собираемся в угоду шарлатанам, которые из-за границы нам подсказывают, и те, которые сбежали. Которые хотели все и вся приватизировать. Почему я так трепетно отношусь к предприятиям? Не потому, что я не понимаю, что частная собственность должна и может существовать. Нигде ни в какой стране не было справедливой приватизации. Если мы хотим в этот омут окунуть нашу страну и 10 миллионов населения, и потом ходить ахать-охать, поняв, что не туда зашли, это уже без меня и, уверен, без вас. Это уже те, кто ничего не понимает в приватизации. И что такое забрать у людей то, что создавалось миллионами. Забрать для одного какого-то инвестора. Вы как промышленник это прекрасно понимаете и ощущаете. Поэтому очень хотелось бы, чтобы БелАЗ у нас работал надежно. Молодцы. И Пархомчик, я уже приводил пример, посол Симашко в России. Они проехали по востоку России. 300 миллионов примерно долларов, 290, заключили контракты по БелАЗу только. Молодцы. Просто нужно шевелиться. БелАЗ лишний раз в представлении не нуждается. Флагман отечественной промышленности – бренд из книги рекордов Гиннесса. Именно в Жодино создают самые большие в мире карьерные самосвалы размером с трехэтажный дом весом 450 тонн. Пандемия только сыграла на руку предприятию. Растут продажи, прибыль, экспорт в 30 стран. Есть новые контракты с Россией, Индией, Монголией. Развитие кадров позволит еще глубже заняться инновационностью нашего продукта. Также необходимо акцентировать внимание на импортозамещению по освоению продукции, входящей в комплектацию нашего продукта в Республике Беларусь. Привлекая к этой работе предприятия Беларуси по кооперационным связям, помогать нашим предприятиям наращивать компетенции, которые будут полезны для нас. В Академии управления при президенте новый ректор Вячеслав Данилович, кандидат исторических наук, прежде 9 лет возглавлял Институт истории Национальной Академии наук. Теперь под его руководством развивается Национальная школа госуправления. А требования к компетенции современного руководителя все выше и выше. Знание иностранных языков, антикризисное управление, не кабинетное, а работа в команде. Словом, стране нужны управленцы новой формации, в то же время преданные государству люди. Мы даем блестящее образование. Наши специалисты, которые получили образование в Беларуси, ценятся во всем мире. Мы всегда ахаем-мохаем, и даже наша так называемая оппозиция плачется, что у нас утечка умов. Так что дураков туда берут за границу? Да нет, умов утечка. Значит, эти умы есть. Значит, образование хорошее получили. И кто-то едет за границу работать, но я вижу и обратный процесс уже лет 10 понемногу, а потом больше, люди возвращаются в Беларусь. Знаете, в нашем мире вряд ли кого-то удержишь сегодня. Удерживать надо разумно, чтобы люди ценили эту землю. Ну а Академия управления, ну там вообще мышь не должна проползти. Там должны быть патриотичные и преданные государству и народу люди. Я очень надеюсь, и я специально просил, чтобы гуманитарий возглавлял этот вуз. Нам очень не хватает патриотизма в наших людях. Это актуально и для медицинских вузов, потому что все-таки они там зациклены на конкретном своем деле. И это правильно. Я также был сторонником, чтобы историю КПСС, грубо говоря, не изучали 4 года подряд, и не сдавали экзамены 4 года подряд. Но если уж первый, второй семестр мы это проходим, историю там, или второй курс еще историю Беларуси изучаем, ну это надо преподавать как следует этот курс. Наверное, именно такой человек в правильном месте и в нужное время в самом названии кузницы управленческих кадров подчеркнут статус и значимость. Стать студентом, магистрантом или слушателем – мечта тех, кто видит себя исключительно на руководящих позициях. Ну как там могут учиться или работать случайные люди? Безусловно, в Академии должны работать настоящие патриоты Беларуси, убежденные государственники, и готовить Академию управления должна управленцев с глубокой гражданской патриотической убежденностью, с высоким научно-интеллектуальным и духовно-культурным уровнем. Очень важно не только писать историю, но и чтобы люди, а тем более которые учатся в Академии управления, представляли исторический процесс, представляли, к чему могут привести те либо иные действия, и использовали исторический опыт, который накоплен нашими предшественниками, нашими предками во благо современному государству, во благо упрощения нашей родной Беларуси. Новые лица и во главе медицинских вузов страны. Ректор Белгосмедуниверситета теперь Сергей Рубникович, доктор медицинских наук, профессор, основатель и руководитель научной школы по стоматологии с использованием клеточных и цифровых технологий. Врач-инфекционист Игорь Стома переедет в Гомель, назначен ректором Гомельского медуниверситета, а Елена Кроткова останется в Гродно. Экс-начальник главного управления здравоохранения и некогда выпускница Гродненского медуниверситета стала его ректором. Работать ей будет проще, как не как рядом новый губернатор региона Владимир Караник, еще совсем недавно возглавлявший Минздрав. К медикам в Беларуси всегда относились с огромным уважением, а после того, как коронавирус показал, на что способны наши врачи, благодарности в их адрес никогда не будет много. Но в практике бывает всякое, и не всегда это примеры для подражания. Мне докладывают, что в какой-то поликлинике врач отказался или отказалась лечить трехлетнего ребенка военного человека. Это не врач. Слушайте, в годы войны мы врагов своих лечили, если попадался на поле боя. Что же это за врачи? Вот причина того, что я просто поручил, чтобы мы внимательно посмотрели на руководство наших медицинских вузов. Врач должен быть самым патриотичным человеком, потому что у него главная задача – спасти жизнь любого человека. Вы посмотрите второй пример. Обгорелые в Сомолевичах. Но мы же его оттуда перевезли, полуживого, в ожоговый центр и лечим. Потому что это человек. Какой бы он там ни был, а врач себе позволяет подобное. Это же основа нашего общества. И мое отношение к учителю, преподавателю, врачу, вы знаете, оно всегда было трепетным. Поэтому я вас очень прошу, обратите внимание не только на образовательный, но и воспитательный процесс в тех вузах, в которые вы направляетесь. Сегодня же новый ректор был представлен коллективу Белгосмедуниверситета. В новой должности он намерен сосредоточиться на повышении качества и эффективности подготовки студентов. Об этом рассказал журналистам еще в Дворце независимости. Впрочем, не только у него, но и коллег из Гомеля, Гродно, тоже амбициозные планы. Должен быть произведен определенный пересмотр учебных программ с практикоориентированности их подготовки. Одной из составляющей работы, особенно со студентами, это будет их вовлеченность в научно-исследовательскую работу. Считаю, что каждый из студентов должен с первых курсов уже вовлекаться в научно-исследовательскую работу по интересующих их направлениям. На сегодняшний день нам нужно много говорить о профессиональной подготовке наших врачей. Нам нужно, чтобы специалисты, молодые специалисты, которых выпускают наши вузы, были высоко подготовлены не только в профессиональном плане, но и в моральном плане, и вообще являлись этическим образцом как для пациентов, так и для своих коллег. Одной из основных своих задач, считаю, это дальнейшее совершенствование практикоориентированного образовательного процесса. Здравоохранение нашей страны, здравоохранение нашего региона в последние годы очень интенсивно развивается. И ему необходимы высококвалифицированные кадры, необходимые патриоты нашей страны. Необходимо более активно привлекать одаренную молодежь к научным исследованиям, к преподавательской деятельности, к административной работе. И сегодня же в рабочем порядке глава государства дал согласие на назначение Александра Тарасенко главным государственным санитарным врачом страны. Ротация произошла и в Министерстве финансов, там новый первый замминистра и два заместителя. Также обновился пул заместителей госком имущества, новый первый зампред и в Могилевском областполкоме. Образование, медицина, промышленность, финансовая сфера. Для новых руководителей это огромный шанс проявить себя. Очевидно, ставка президента на молодую команду. Значит, кому как ним показать мастер-класс, работать по-новому. Илон Красуцкая, Вероника Бута, агентство теленовостей.